В общем-то, видео получилось катастрофически длинным, решил разбить его на две части, но эти две части выйдут сразу одновременно, так что смотрите, первая часть это у нас как зарегистрироваться, а вторая часть это будет про механики игры, про стратегии игры и объяснение интерфейса и всего подобного, так что смотрите на канале, смотря какое видео вы смотрите, если смотрите видео про регистрацию, то есть на канале видео про стратегии и механики, ну и наоборот. В общем, с теорией закончили, теперь давайте к практике, как же собственно говоря зарегистрироваться в игре, как купить токены, что такое хайв, аккаунты, кошельки и тому подобное. В телеграм канале я вчера давал инструкцию со всеми ссылками с описанием того, как здесь нужно регистрироваться, ссылку на этот пост я оставлю также в описании, там будут все необходимые ссылки, переходите в телегу, берите там ссылки, ну а мы сейчас начнем по порядку. Как вы уже заметили, эта игра у нас в общем-то работает в связке с кошельком Hive K-Chain и этот кошелек работает на блокчейне Hive, на собственном блокчейне Hive и у него родная монетка Hive. В чем прелесть этого блокчейна, что в нем нет комиссии, то есть вам не нужно оставлять на аккаунте монетки Hive, как в блокчейне там Binance Smart Chain оставлять BNB или в эфир оставлять эфир для комиссии. Здесь комиссии нет и соответственно ничего вам здесь хранить не надо, это в общем-то очень удобно. Но просто так установить этот кошелек и создать в нем аккаунт мы не можем, нам нужно воспользоваться сторонними сервисами, чтобы создать аккаунт в Hive и потом уже его привязать к этому кошельку. Сейчас мы на странице, в которой мы создаем аккаунты в Hive. Здесь есть два бесплатных сервиса, с помощью которых можно создать аккаунты и один платный. Сразу скажу, что на одном аккаунте я делал по платной версии, потому что бесплатная версия часто тупит и не дает возможности. Я пробовал несколько часов на бесплатной версии, это было вечером и мне не удалось зарегистрироваться через Leo Finance. Но сегодня утром я зарегистрировался без особых проблем. Я вам покажу оба способа. Переходим на сайт Leo Finance и вот здесь нажимаем кнопку Get Started, либо вот там вот нажимаем вверху Get Started. Нажимаем Get Started, нажимаем здесь кнопку Create a Hive Account. Нажимаем Далее. Здесь нам предлагает ввести название пользователя. Регистрироваться можно как по телефону, так и по твиттеру. Собственно говоря, когда этот сайт висит, хоть на телефон мне и пришла смс, мне не выскочил диалог регистрации. А твиттер у меня вообще как бы не регистрировался, он писал, что ошибка. Также вам стоит запомнить, что вот это вот имя, которое мы сейчас регистрируем, это и будет наш адрес кошелька. То есть это особенность блокчейна Hive. Здесь все не по вот тем вот длинным сложным циферно-буквенным кошелькам. Здесь все работает по названию кошелька, который мы придумываем сами. Например, мы выбрали такой вот ник как Alex007. У вас сразу становится доступна кнопка Download Case. Давайте нажмем эту кнопку Download Case. Сразу можете его открыть. Вот этот вот пароль вам нужно будет запомнить. С помощью него мы будем логиниться в кошелек, в HiveKeyChain. Потом у вас становится доступна кнопка DialogRegister. Нажимаем на нее. На этом этапе мы авторизируем наш твиттер. И обычно оно вот такую вот фигню мне выдает, что у вас там не хватает какой-то пауэр. В общем, если у вас выскакивает такая ошибка, продолжайте пробовать. С какой-то периодичностью, позже, раньше, ну как по моему опыту, утром это сделать легче, чем сделать вечером. Можете попробовать через телефон, можете через твиттер. Но вот такая вот фигня происходит. Если у вас вот тут вот не получилось, вы снова нажимаете на Get Started, нажимаете. Сразу можете нажать Sing Up через твиттер. И здесь пишите Alex007. И опять же нажимаете DialogRegister. Оно опять будет пытаться вас кинуть в твиттер. Ну и будет ошибка. Ну возможно, как бы этот твиттер я уже привязал, но даже вчера у меня выдавало точно ту же ошибку. Это, в общем-то, бесплатный вариант. Здесь есть еще также второй вариант. Ну, я пробовал зарегистрироваться через этот сервис. Но оно мне что-то там ругалось, что ваш айпишник нам не нравится. Вот как-то такая. Или то ли с вашего айпи адреса уже было что-то там много регистраций. Попробуйте позже. То есть у меня не получилось вчера зарегистрироваться бесплатно ни там, ни там. Есть третий способ. Это Hidex.io. Цена вопроса всего лишь 2 доллара. Оплата криптой. Ну, вообще никаких проблем нет. Я зарегистрировался сразу вот так. Переходите вот сюда. Опять же, так же само вбиваете адрес, который вы хотите. Здесь не нужно подтверждать ни телефон, ни твиттер. Вот так вот выглядит последний этап. Потом вас перебрасывают на страницу, где будет крипто-кошелек. Вы выбираете, какую крипту вы хотите кинуть. Туда оплачиваете. В общем-то, и все. И на этом все заканчиваю. Только не забудьте сохранить ваши вот эти вот все циферки. Вот эти вот все данные вам понадобятся. Ну, собственно говоря, вот этот вот паспорт. Пароль вы запомнили, но они, которые вы создавали, ну, вы тоже, естественно, должны помнить. Следующий этап. После того, как вы зарегистрировали аккаунт, у вас есть вот тот пароль, который внизу с файлика вы скопировали. И у вас есть имя. Вы устанавливаете расширение в Chrome. Вот этот вот Hive Wallet. Ну, заходите в расширение. Интернет-магазин расширений. Здесь пишите. Пишите Hive Wallet. И вот первое, что вам выдадет, это Hive Key Chain. Ну, можете и так написать. Все. После его установки нажимаете на расширение. У вас он попросит, здесь будет два поля. Введите пароль. Вы два раза вводите пароль. Нажимаете Далее. На втором окне у вас будет на выбор три способа создания аккаунта в этом кошельке. Вы выбираете первый, используя имя и пароль. И в качестве имени вбиваете вот то имя, которое вы регистрировали на предыдущем этапе. Ну, и пароль, который вы выбрали из файла. Тот пароль является вашей сит-фразой, вашим ключом. И после этого вы попадаете вот уже в сам кошелек. Следующий этап, это нам нужно пополнить наш кошелек. Нам нужно купить монетки Hive. Для этого нам нужно помнить вот это вот наше имя, потому что это и есть наш адрес. Идем на биржу. Ну, на любую биржу. Можете Binance, можете там Huo, Bigate, Max. Я делал, собственно говоря, с Max. Идем на Max, биваем сюда Hive и покупаем токены Hive. В минимум нам нужно 30 токенов Hive. Это 12 долларов, это минимум. Ну, я рекомендую вам купить побольше. Там счет в районе, ну, даже, может, 40 монеток. Вот, будет оптимально, чтобы сразу качнули там защиту и так далее. Это всего лишь 16 долларов, ребята. Ну, в общем-то, не жалобитесь, вам будет проще. Купите сразу на 16 долларов. Купили. И теперь нам нужно их перевести на кошелек. Заходим на биржу, в раздел перевод и сюда пишем Hive. Вбили Hive и сразу выбралась у нас сеть Hive. Ну, других вариантов нет. И в поле адрес нам нужно вбить наше имя, вот то, которое мы вбивали везде. Ну, без собачки только. Memo Tag нам не нужен. Для пополнения кошелька нам не нужно. Но когда вы будете выводить на биржу из кошелька, то этот показатель вам нужно будет вводить. Так что, помните об этом. Но сейчас мы ставим галочку «Нам не нужно». Вбиваем количество. Вбиваете все количество, которое у вас там есть. Там сколько там, 40, 36, сколько вы купили. Комиссия тут вообще минимальная. И нажимаете «Перевести». Доходит за минуту. После этого они у вас появятся здесь в кошельке. Вот в Hive у вас будет столько монет, сколько вы там перевели. После того, как токены и Hive пришли нам на кошелек, переходим на сайт «YouSwap». В общем-то говоря, вот инструкция, четвертый этап «Обменять Hive на swap.hive». Потому что в игре используется монетка «Swap.hive». Мы в это поле вбиваем наше имя и нажимаем кнопку «Load», чтобы подгрузились наши балансы. У вас вот здесь, в первом поле, будет написано, сколько Hive у вас есть на кошельке. Потом сюда вбиваете то количество токенов, которые у вас есть. Допустим, там 36, сколько у вас там было. И обмениваете их на токены swap.hive. И обязательно выберите здесь вот этот пункт «Hive Keychain». То есть подтвердить с помощью кошелька. Вы когда нажимаете потом «Token Swap», у вас выскакивает подтверждение в кошельке в Hive Keychain. Ну, там дальше обычно. Просто подтвердили и все, токены у вас обменялись. После того, как у вас токены обменялись, вы заходите в игру, используя вот эту вот ссылочку, которая будет в описании под видео и в этом. Сюда вбиваете ваше имя и нажимаете «Подключиться» с помощью вот этого кошелька. Опять же, кошелек спрашивает у вас подтверждение. И все, вы попадаете в игру. Первое, что вы увидите в игре, это вот это вот окно, где вам предлагается за 30 токенов Swap Hive купить вот этот вот посох. Это, так сказать, пропуск в игру. Ну, покупка, грубо говоря, персонажа. И, по-моему, у вас будет все-таки доступно 3 токена парт сразу как бонус в этой игре, который вы сможете потратить сразу на прокачку нескольких показателей. Три очка. То есть на первый уровень вам нужно, чтобы прокачаться, потратить 1 очко. Ну, в смысле, 1 токен парт. Чтобы качнуть уже со второго на третий, нужно 3 токена парт. А чтобы с третьего на шестой, ну, с третьего на четвертый, нужно уже 6 токенов парт. Вот такая вот идет прогрессия. Также в игре бывают разные бусты. Как видите, через 2 дня у нас начнется вот бустер, который будет увеличивать, будет увеличить наш опыт. Ну, скилл здесь имеется в виду. Что позволит нам быстрее качать уровень. В общем, ребята, игра очень интересная. Заработать здесь возможности очень хорошие. Естественно, если вы как бы зайдете на минималку и ничего делать не будете, возможно, у вас этот процесс как бы затянется надолго. Но если вникнуть в игру и найти свою стратегию заработать, и найти свою стратегию, ну, зайти изначально, может, на сумму там не 15 долларов, а там 30 долларов, чтобы вкачать показатели свои повыше. Здесь можно довольно неплохо зарабатывать. Ребята писали, что заходили в аккаунт на 100 долларов и за буквально там 3-4 дня отбивали уже несколько аккаунтов своих, на которые заходили, еще и в плюсе были уже пару десятков долларов. Чем выше ваш уровень, тем быстрее вы качаетесь, тем больше вы будете зарабатывать. Вот смотрите, если атаковать первого игрока, то у него 723 монетки на балансе. То есть вы понимаете. Ну, он, собственно говоря, наверное, почти никого не боится. То есть у кого здесь есть атака 28, ну, ни у кого здесь нет. То есть первый игрок вообще в недосягаемости практически. Ну, да, то есть реально атаки вот такой, как 28, ни у кого нет. 21 максимальная атака. Ну, даже если посмотреть чуть пониже, вот на более реальных игроков, у которых показатель там 10-15, то есть атакуя их, вы уже можете забирать у них 33 монеты. Там не пол монетки, не одну монетку, а 33 монетки. Потому как бы прокачиваться здесь выгодно и интересно. Ну, и тем более, чем выше ваш уровень, тем меньше желающих атаковать вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...